То, что, так сказать, сегодня наш футбол находится в глубочайшем кризисе, это очевидно. Мы ничего, так сказать, не сделали за эти шесть лет для того, чтобы улучшить качество российского футбола. Почему я сегодня, так сказать, баллотируюсь на пост президента РФС с одной единственной целью – осуществить на деле необходимые реформы, одобренные многими собравшими здесь уважаемыми специалистами и тренерами, которые не один работ и не одно, значит, не один раз мы обсуждали эти проблемы. Здесь все присутствующие люди верят в то, что нам надо менять, менять руководство РФС. И я первый буду везде выступать и говорить, господин Мутко, вы занимаете пять должностей. На пяти стулях сидеть одной задницы невозможно. Нужно начинать, наверное, не от того, что уволили тренера мы, сейчас другой тренер будет. Тренер этот работал с теми игроками, которые были сильнейшими, на его взгляд, на тот момент. Все-таки нужно начинать с главы, а голова – это президент Федерации футбола, который должен с утра до вечера сидеть, разъезжать по регионам, быть на работе. На чемпионате мира в Бразилии наша сборная завоевала 24-е место. Такое же завоевание было и на чемпионате Европы, тоже 24-е место. Значит, молодежная сборная нашей страны 24 года не попадает на Олимпийские игры. За последние годы наша сборная практически опустилась в рейтинге ФИФА с 13-го места на 38-е. И находится, значит, в промежутке Албании и Ирана. Вот до какого степени, так сказать, мы опустились. Национальная сборная – это, ну, говорит о том, где мы сегодня находимся. И не нужно одного говорить Слуцкого, что он в чем. Сейчас свалили на Слуцкого все. Вот он виноват. Да он сделал чудо. Он после капелла сделал чудо, не допустив ни одной ошибки. Хорошо, что мы туда поехали. Мы туда поехали и мы посмотрели вот сейчас, где мы находимся. Наверное, поэтому мы собрались. Мы собрались. Мы собрались.